С медом и лапоть съешь, говорили мудрые предки славяне. Сладкое, ароматное и безумно вкусное лакомство и в наши дни мало кого оставляет равнодушным. А о полезных свойствах меда написано немало научных трудов. На прилавках не только мед различных видов, но и соты, маточное молочко, цветочная пыльца, воск, медовый квас и, конечно же, медовуха. 14 августа в Бендерах по традиции развернулась медовая ярмарка. Приняли участие в ней пчеловоды из разных уголков республики и, конечно, из города Бендеры. На ярмарке можно было найти мед на любой вкус – липовый и гречишный, майский и цветочный, кориандровый и разнотравья. Мед из белой акации нравится горожанам, потому что он не кристаллизуется, не вызывает аллергию и его смело можно давать детям. По словам пчеловодов, чтобы выбрать мед, его обязательно надо попробовать. Не просто дегустировать, а регулярно употреблять ценный продукт в пищу рекомендуют не только производители, но и докторам. В нашей семье больше всего мы предпочитаем цветочный мед, то есть яркий, насыщенный букет. – Какой мед и кубет? – Цветочный. – Почему именно этот букет? – Ну, что мне очень нравится. Я беру только его всегда. – Покупаете в одном месте? – В одном месте. Покупаю вот у тех вот ребят. Уже очень много лет. – А как вообще цены в этом году? – Ну, цены как цены. Ну, дороже, чем прошлый год, конечно. – А с чем связано? Что говорят медоводы? – Пчелки. Было холодно. Пчелки погибали. Но много чего есть причин. Медовикам лучше знать, почему у них такие цены. Но мед все равно будем кушать. Сахар на него запотребляем – кушаем мед. Три бутля в год. – Из кориандра. Я очень люблю этот мед. Правда, бутылок не очень дешевый, но это самый лучший мед, что я сегодня попробовал. – Какой? – Кориандр. Я, наверное, куплю. Просто я приехал из Террасполя и приехал. И вот деньги не взял. Жалею, что не взял. Но обещают, что будет еще. Так что я еще посмотрю. Сегодня хороший день, хороший праздник. Привет всем пендерам. – Очень нравится. Да, всегда праздник. И я очень люблю мед. И очень хорошо, что можно попробовать и продегустировать. – Что пробовали сегодня? – Цветочный, акацию. Что мы еще пробовали? Липу. Ну, разные смеси и комбинации. – На чем остановили свой выбор? – Мы взяли… Какой мы взяли? Мы травяной взяли, по-моему. Да, травяной. Много трави. – Почему это? – Необычный. Хочется чего-то другого, новенького. – Что скажете о ценах? – Я скажу о ценах, что довольно приемлемо, учитывая положение этого года. Вот засуха, и они еще молодцы, что умудрились кое-что-то собирать. Потому что мы знаем, что творится на полях. И это, конечно, очень трогает, очень. Ну, слава богу, что-то собрали. Ветераны пчеловодческой отрасли не помнят таких погодных неурядиц за все время содержания пасек, как зимой и весной этого года. Основная причина невысокого урожая меда в нынешнем сезоне заключается в том, что из-за засухи цветки акации и полевых растений не выделяли нектар. Этот год был необычайно тяжел как для пчел, так и для пчеловодов. Ценовую политику мы постарались в этом году не задирать. То есть, по сути, ценовая политика должна была увеличиться процентов на 50. Но мы приняли решение, поднятие цен идет всего лишь процентов на 10. То есть, если цветочный мед по прошлому году у нас стоил 50 рублей, то в этом году цветочный мед у нас стоит 60 рублей. В этом году получился немножко сбор меньше, чем в те годы. Но все равно есть, потому что многие знакомые пчеловоды говорят, что вообще не будут в этом году собирать, потому что очень малый взяток. В основном идет именно разнотравность дикоросов. Почему дикоросов? Потому что, допустим, для сравнения, самый дорогой анзерский мед. Он состоит примерно в букет 500, более 500 трав. И он стоимость одного килограмма 500 евро для сравнения. Да, у нашего мы это так считали, но уже немножко даже избились. Где-то под сотню, может быть, больше и больше видов разнотравия набирается. Потому что у нас, получается, и первый, и второй сбор мы сделали за одну качку. И получается, что там первоцветы, белая акация, она почему-то в этом году дважды зацвела. Первый раз очень как скудно, второй раз немножко так подобрее. И дальше уже идет разнотравие. Конечно, в этом году из-за отсутствия дождей, скажем так, природных условий, пчеле тяжело. Мы ее так как бы не обидели, с ней честно поделились. Надеемся, что все будет благополучно, потому что надо было людям праздник устроить. Ярмарка «Медовый спас» проводится в Бендерах уже десятый год подряд и заслужила популярность среди горожан и гостей города. Медовая ярмарка будет организована в Бендерах еще и 19 августа, когда отмечается «Яблочный спас». В этот день помимо меда на ярмарке будет представлена сельскохозяйственная продукция – яблоки, сливы, груши, виноград и другие фрукты и ягоды. У нас на следующей неделе, на 19 число, будет представлена новинка уже третий год. Мы работаем, мы стоим на опылении в маслоэфирном заводе, то есть шалфей лаванды. То есть 19 числа мы порадуем наших покупателей. Его будет совсем немного, но люди смогут его попробовать. То есть очень насыщенный, яркий цветочный букет. Его Величество мед 14 августа чествует неспроста. В этот день православные отмечают праздник происхождения животворящего креста и день памяти мучеников маковеев. Так как на это время года приходится сбор молодого меда, праздник издавна именуют медовым спасом. По традиции православные христиане свои урожаи, в том числе мед нового сбора, освящают в храме. Сегодня же в церковь несут травы и семена. Букеты из ароматных трав – своего рода обереги, а освященные семена – залог богатого урожая.